всеми большой привет с вами снова александр и продолжение обзоров на американский бренд от компании компании грака сегодня вам расскажу их модельки в группе 23 logic lx называется модель к 23 это с 15 килограмм до 36 килограмм сегодня мы с вами его подробненько рассмотрим так начнем с безопасности ведь мы для этого покупаем в автомобиль чтобы сохранить наших детей не дай бог ттп что касается краш-тестов на адаке неплохие оценки получила это автокресло на эту модель в магазине мир автокресел я ссылку в описании добавлю это в характеристиках будет ссылочка на краш-тесты непосредственно самому адаке на эту модель поэтому если интересно пройдите изучите но мы приступим с вами его изучать что касается этой модели по поводу крепления здесь нет системы изофикс как вы видите она прикрепли пристегивается вместе с ребенком в то бишь поставили кресло посадили ребенка и проводим ремни направляющие в подголовники под подлокотниками это очень очень важный момент крепить именно так как я вам сейчас показываю потому что если вы сделаете ремень проведете не так он может сдвинуться к горлу ребенка а дтп это может ну очень плохо кончится поэтому проводите ремень обязательно в направляющем под подлокотниками и следите чтобы ремень не вылазил из подлокотников чтобы он опять же не сдвинулся году в общем вот так нужно возить ребенка автомобиля в группе 2 3 даже если бы он с изофиксом было или без в 2-3 категории за фикс большую роль не играет это уже выступает в роли дополнительного крепления основную нагрузку на себя принимает ремень так в общем с креплением ребенка и кресла мы с вами разобрались так что касается атрибутов комфорта здесь есть два подстаканника два ни один два с двух сторон у ребенка есть подстаканник даже запасы в машине нет выдвинул себе поставил подстаканник если рядом сидит вот в общем на самом деле просто у меня ребенок старшая дочка она всегда вот бутылочка водичка у нее обязательно есть и она всегда у нее в подстаканнике стоит мы тоже возим американском кресле все у них нормальные такие варианты кресел есть так опять же что касается комфорта подлокотники подлокотники мягкие где надо находится комфорт что еще нам дает наклон соответственно здесь щелчки не пугайтесь в общем да это у нас получается максимальный вот так вот мы можем наклонить сидение кресле но смотрите это будет напрямую зависит наклон это детского автокресла будет зависит напрямую от наклона автомобильного сидения если вы не наклоняется по сути вот она у вас упрется все можно крайне случае чуть-чуть это двинуть вперед и вот так наклонять вот видите она гнется но лучше когда в автомобиле наклоняется сидение так будет немножечко по правильнее наклон в принципе достаточно большой для 2-3 категории голова по своим весом вперед падать не будет ребенок нормально отдохнет так регулировочка у нас подголовника по высоте но это не все здесь есть регулировка по ширине сверху есть две кнопочки нажимаем и он разъезжается если это нужно это в какой-то степени поможет немножечко немножечко ребенку расширить обзор потому что когда закрыто он начинает высовывать вперед голову и это на самом деле не сильно круто что касается ткани ткани достаточно нормальные в категории в этой ценовой категории абсолютно нормальная ткань что очень важно мягкое сидение мягенькая все мягенькая она нигде не кондовая не дубовая с этим все нормально так по ткани безопасности принципе все с вами пробежались посмотрели еще это кресло можно использовать как буст здесь все очень просто берем не боится сами ничего страшного нет в этих звуках все вот я отстегнул спиночку спинка убираем и получаем с вами достаточно неплохой комфортный добротный буст так в принципе по креслу все что хотел рассказать я вам рассказал она достаточно простое недорогое но за свои денежки вполне себе неплохой вариант я не скажу что это лучшее предложение на рынке это не так но интересное во всяком случае его стоит посмотреть если вы что-то в этой ценовой категории присматриваете здесь вы получите достаточно комфортное кресло достаточно безопасная с нормальным материалами двумя постаканниками нет изо фикса да и ничего страшного на самом деле я сам сейчас вожу ребенка без зафикса потому что ну на в по факту по факту это не вот прям зачем стоит гнаться есть варианты кресел без зафикса очень-очень годными вот принципе все если вам обзор понравился ставьте свой жирный царский лайк подписывайтесь на канал это помогает развитие моего канала чтобы и дальше мог вам рассказывать детских товаров и большое спасибо миру автокресла за предоставленное кресло крака обзор а вам хорошего грамотного выбора автокресла ваш ребенка до свидания